Пусть отряды комсомольцев под сердечным перезвом поведут нас за собой на кубанский миллион. Тысячи гектаров возделанных земель, сотни километров каналов, растительных систем, четверть века назад именно победа на Тебрюкском рисовом фронте позволила получить заветный кубанский миллион. Все последующие годы подобного урожая собирать не удавалось. Однако вот сейчас в перспективных планах развития сельского хозяйства вновь появилась заветная планка – миллион тонн кубанского риса. На этих сейчас заброшенных, заросших бурьяном земляхах проходила финальная битва за кубанский миллион. К середине 70-х годов прошлого века до заветной цели не хватало всего-то нескольких десятков тысяч тонн риса. Буквально за пару лет в Тебрюкском районе возводят уникальную систему чеков – 12 тысяч гектаров. И, наконец, четверть века назад Краснодарский крайком партии рапортует на всю страну – есть миллион тонн риса. С честью выполнено слово данной партии, родине, народу на 25-м съезде КПСС. Насосы станции бывшего колхоза «Светлый путь» – ровесники той победы в битве за урожай. А машинист Михаил под девизом в стихах принимал участие в сборе темрюкского риса. Станцию до сих пор поддерживают в рабочем состоянии, однако она регулирует уровень воды лишь в основных каналах. Ремонт у нас мы производим, покраска, две специальные бригады ремонтируют, если немного или вибрации, специалисты это делают. На архивных кадрах рутинная ежесезонная работа краснодарских рисоводов. Трактор очищает берега всех растительных каналов. Но с того времени столько воды утекло, каналы пересохли. И нет смысла исследовать подземные коммуникации, гидравлические сооружения. Все, что из металла, давно растащили. Потому что хозяина у рисовых чеков нет, жаловались весной этого года тогда еще исполняющему обязанности губернатора Вениамину Кондратьеву темрюкские земледельцы. Колхозу светлый путь, путь в небытие заказан. Он, как и сосед Красный Октябрь, несколько раз признавался банкротом. На предприятиях сменилось более восьми конкурсных управляющих. Земля находилась в ведении Росимущества. Вениамин Кондратьев пообещал обсудить проблему с президентом России. И вот выход найден. Две недели назад при поддержке президента в Тембрюкском районе 10 тысяч гектаров нам передали. Сегодня мы их будем закреплять, я так понимаю, за госпредприятие. Не отдавать никому в аренду, не продавать. Мы будем пытаться зарабатывать. Сегодня очень важно, чтобы край мог зарабатывать. Главная задача на ближайшее будущее – исследовать всю систему рисовых чеков. Гидротехники говорят, прежде чем думать об урожае, нужно вложить в восстановление системы орошения миллиона рублей. За время неиспользования этих полей, естественно, происходит заеление каналов, заросшие, значит, уничтожены гидротехнические сооружения. Посеять рис не так сложно, как потом вовремя подать воду и сбросить. А для этого, мы говорим, нужен целый перечень работ. Но в краевой администрации затраты на восстановление считают оправданными, а перспективу получить общий краевой урожай в миллион тонн риса называют ближайшей. Рис у нас высокоретабельная культура, и все мы прекрасно понимаем, насколько, поэтому считаем, что вложенные средства из краевого бюджета в ближайшем будущем будут оправданы. И, как называется, бизнес работает в положительной динамике, и уже возвратятся средства, вложенные из бюджета, и мы будем получать прибыль. Так что не исключено, что придет пора смахивать пыль советских патриотических девизов в стихах, и, может, опять поведут нас на кубанский миллион, правда, уже, конечно, не комсомольцы. Валерий Финёв, Виталий Василенко, Кубань-24, Темрюхский район.